Добрый день, уважаемые рыболовы! Вашему вниманию предоставляется экстренный ДС-выпуск 2017 года под названием «Для самоделкиных». Ну, о чем бы я хотел вам рассказать, вам, наверное, поведают рисунок. Здесь нет никаких премудростей. Снасть, давайте назовем ее так, «Польский подвес». Ну, почему «Польский»? Потому что у господина Разинского, наверное, отнюдь, ну, не украинская и не белорусская фамилия. Скорее, «Польская». Ну, так, а если и не «Польская», вот хочется мне так. В конце концов, ведь я автор этой, скажем так, некого изображения. Поэтому я называю его «Польский подвес». А вы же назовите, как хотите, ловить-то вам. Ну, в общем, чтобы вам было понятно, берете крючок в зависимости от рыбы, от того, какую рыбу вы хотите ловить. Это может быть и уклейка, это может быть и ротан, это может быть и карась, да все, что захотите. Естественно, основную леску, которая обозначена более толстой зеленой линии, вы можете выбирать сами, как хотите. Ну, а более тонкую, смотрите уже, вот то, что поводок, да, смотрите по обстоятельствам. Поводок, конечно, привязывается на основную леску. Ловите, опять-таки, как хотите. Хотите с касаниями дна, хотите без касаний, это ваше дело, как у вас там получится, и в зависимости от того, чего вам там природа нашепчет. Я бы вот только на что просил вас обратить внимание на голубые стрелки. Они показывают, где надо положить шарик на тройник и пропаять его очень умеренным количеством припоя. Ну, как это сделать? Прочее всего, наверное, взять этот припой, откусить маленькие кусочки и потом уже пропаивать. А если у кого-то есть паяльник с дозированием припоя, то это вообще прекрасно. Есть и такие модели, если вы знаете. Паять лучше всего ортофосфорным флюсом. На цевье тройника можно накрутить мушку, но я тогда вас предупреждаю, что паяют совершенно иные качества. Например, пропеллер не всегда нужен, еще какой-то момент. А как если она будет без этой самой мушки, без этой самой обмотки пером, то вы должны понимать, что это голый мормышинг, но уже вот в таком вот виде. А можно просто то, что привязано, использовать как мормышку. Что использовать в виде шарика? Ну, если к нижнему шарику, грузу, нет никаких вопросов, вы понимаете. Там все зависит от того, какой у вас спиннил. То верхний шарик. Ну что, я бы советовал взять самый маленький крючок и использовать. Ну, как у вас получится, конечно. Крючки лучше всего из таких, наверное, как канели и мустот. Они будут в этом отношении лучше других. Пропаивать, ну, вот тут синие стрелочки указывают, куда и где. Оранжевые места, это вот места пропайки. Ну, здесь, в общем-то, все понятно. Если накрутите мушку, то отпадет надобность в вентиляторе. Если захотите ставить вентилятор, опять-таки, это связано с некоторыми сложностями, но можно воткнуть его, если уж вам так хочется. Я бы не стал так ловить и интереснее, и приятнее, и задорнее, и как хотите. Но, в общем-то, это ведь ваше дело. Поэтому я вам говорю, я вам рисую все голым и в качестве рисунка, а вы уж как хотите, так себе это делая, обставляйте. Расстояние L1 и L2 выбирайте в зависимости от условий. Ну, наверное, не более 10 сантиметров смысла особенного здесь нет. Естественно, расстояние L2 немножко больше, чем L1. Ну, так, чтобы край маленького шарика находился где-нибудь в месте привязки шарика большого. Понимаете? Ну, вот, в общем-то, и все. На этом я с вами прощаюсь. Снасть очень-очень незатейливая. Хотите ловите зимой, а хотите летом, значения-то не имейте. Снасть прекрасно работает в любой сезон. Так что попробуйте и не пожалеете. Ну, а я прощаюсь с вами. Удачи вам. До будущих роликов. Субтитры сделал DimaTorzok